Библейский портал экзегет.ру представляет И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама, и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим. Останьтесь вы здесь, с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Мы видим с вами, братья и сестры, с первого стиха сказано, что Бог искушал Авраама. Конечно, это слово лучше осмысить и перевести, как испытывал. Бог испытывает и нас. Испытывает нас для того, чтобы укрепить в нас веру. Апостол Иаков об этом пишет так. Мы неоднократно читали эти стихи, но я призываю к ним еще раз обратиться. Он пишет, что Бог посылает нам искушение с особой своей целью и по особому своему промыслу. Ради же нас. Вот как пишет в Соборном послании святой апостол Иаков, первая глава, со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Мы видим, что Бог хочет, чтобы мы были в этой жизни и наследовали жизнь вечную, без всякого недостатка и совершенной. Поэтому посылаются какие-то испытания, как сказано в Священном Писании, что Бог никогда не посылает испытаний сверх сил, то есть таких испытаний, которые человек не может перенести. Конечно же, человек, надеющийся на Бога. Итак, далее мы видим из этих стихов, что очень подробно здесь описывается. «Встал Авраам рано утром, оседлал осла, взял с собой двоих отроков, наколол дрова, всесожжение, встав, пошел на место». Почему так подробно описывается в Священном Писании? Мы иногда говорим, что имена многих людей не упоминаются, а упоминаются главные персонажи, но здесь такие подробности. Как там он оседлал осла, зачем там написано, что он наколол дрова, просто, можно было бы сказать, взял дрова и пошел. Но мы видим, какое здесь испытание для Авраама. Он ждал сына, единственного своего, 25 лет, и вдруг здесь ему говорится «возьми и пойди». Многие люди подумали бы, неужели это голос Божий? Но Авраама такого сомнения нет. Почему? Потому что Авраам знает не, что ему сказано, а кто ему говорит. Он точно знает, что это голос Божий. Многие скажут «хорошо, был Авраам, он знает, что это голос Божий». Откуда мы можем сегодня узнать, что это Бог так повелевает нам делать или совершать тот или иной поступок? Для этого у нас с вами есть Слово Божие, Откровение, Священное Писание. Для этого у нас есть вся полнота церковного предания, отцы церкви, их творения. Для того, чтобы, размышляя над Законом Божиим, размышляя над Священными Писаниями, и не только размышляя, но и упражняя себя в заповеди Христовых, в своей жизни мы достигаем этого состояния понимания голоса Божия. Это, в общем, дело всей жизни, но стремление у нас необходимо, чтобы оно было постоянным. Итак, мы видим, что эти подробности здесь говорятся потому, что представьте, какое переживание было внутри жизни, в душе Авраама, в его жизни. Это очень серьезное здесь такое ему дается повеление. Не каждый человек, как я уже сказал, может понять, что это от Бога. Поэтому, когда у нас в душе есть какое-то борение, для нас каждая мелочь, и все, что бы мы ни делали, и время, как говорят, тянется долго. А когда действительно так мы его просто как-то там проводим, то оно пролетает быстро в каком-то таком неудержанном веселье и прочих вещах. Поэтому здесь каждое действие, которое совершает Авраам, он делает это преодолевая, как об этом говорит апостол Иаков, преодолевая это состояние испытания, исследуя себя, точно ли душа его настроена, чтобы слышать повеление Божие. И далее мы видим, что сказано на третий день, Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Вот они подошли к этому месту, где необходимо принести сына во всесожжение. И сказал Авраам отроком своим, оставайтесь здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся. И заметьте, Авраам имеет надежду. Любящим Бога действительно все содействует ко благу. Он говорит, и вернемся к вам. Он не говорит, вернусь. Он говорит, вернемся, то есть с твоим сыном. Он понимает, что Бог что-то сделает, но пока он делает по заповеди Божией, как сказано, сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам и сыном нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего до века. Это Второзаконие 29.29. Сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам, пока он не понимает до конца. Он верит Богу, что Бог что-то сделает. И он делает по его заповеди. Мы тоже иногда не понимаем, исполняя ту или иную заповедь, там, например, блаженный нищий духом, ибо их есть в Царстве Небесном. Люди не понимают. Сегодня весь мир говорит о широте души, о ее богатстве, о самодостаточной части человека. А здесь вдруг блажены, то есть счастливы те, которые нищи духом. И только человек, который упражняет свой ум в Священном Писании, и не только умную свою жизнь, только тот понимает, что человек, который нищ духом, то есть который видит, что без Бога он ничто, что только Бог способен обогатить его и наполнить его жизнь, тот понимает, что такой человек войдет в Царствие Божие, тот понимает это выражение нищеты человеческого духа. О духовном необходимо размышлять духовно, и для этого надо приучить свою душу к этим пониманиям. И Авраам это знает. Он не знает, что Бог еще предусмотрит, но он верит, что надежда на Бога не постыжает. Поэтому, говорит, возвратимся к вам. И взял Авраам дрова, как мы прочитали, для всесожжения, и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему. Исаак очень хорошо понимает, что происходит. И сказал, отец мой, 7 стих. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Мы понимаем, здесь очень напряженная ситуация. Исаак это уже не маленький мальчик, не грудной младенец. Он уже юноша. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца. Для всесожжения сын мой. И пошли дали оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова. Связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы закладь сына своего. Я сказал, что Исаак это не маленький мальчик. Он бы мог оттолкнуть отца и сказал, что ты делаешь. Но здесь мы видим, что Авраам верит Богу. Исаак знает, с кем общается его отец. Здесь тот же самый совет. Муж глава, жена помощница, дети послушники. Он ведет себя как послушник. Он полностью подчиняется отцу. Он исполняет уже эту заповедь, почитая отца и мать, дабы продлились дни твоей жизни на земле. И они действительно у Исаака продлятся. Бог всего смотрит. Он не отталкивает и не отпихивает своего отца. Хотя мог бы это сделать. Отец уже престарелый, а он полный сил юноши. Но он с покорностью, со страхом Божьим, благоговейно почитает своего отца. И знает, что Бог усмотрит, раз так говорит отец. Какая удивительная картина. Это почитание детьми своего родителя. Есть ли нечто подобное в нашем современном мире? Очень большое сомнение. Даже в верующих семьях здесь все иначе. Такой пример для подражания. Исполнение пятой заповеди. И простел Авраам руку свою. И взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. «Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока. И не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои. И увидел вот позади овен, запутывающий в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес в овсте сожжение вместо сына своего. Так и разрешается вся эта напряженная ситуация. Бог усмотрел себе агнца. Это здесь, на самом деле, картина, которая описывается в Ветхом Завете, это прообраз. Авраам — это прообраз Бога Отца. Исаак — это прообраз Бога Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как Бог говорит, иди, Сын мой, ради спасения этого мира, так и Христос говорит Богу Отцу, я пойду в этот мир, чтобы спасти род человеческий. Вот как по этому поводу пишет Климент Александрийский. «И сам Исаак, ибо можно истолковать это по-иному, есть образ Господа. В самом деле Он Сын, как и Господь Сын. Ведь Он был Сыном Авраама, так же, как и Христос, Сыном Бога. Кроме того, Он жертва, так же, как и Господь. Однако Исаак не был принесен в жертву, как Господь, но только понес дрова для священно действия, как и Христос понес древо креста. Так же, как и Господь, да, так и продолжает звучать, так же, как и Господь, древо креста». Конец цитаты. И еще. Амросий Медиаланский пишет, цитата. «Отеческой рукою, Авраам, он обнажил нож над сыном и сокрушенной отеческой любовью трепетал. Как бы ни пропала казнь, как бы удар ни пришелся мимо, как бы десница ни утратила силы, он испытывал чувство любви, но не отступил от обетования и спешил явить покорность, даже когда услышал прорицание». Конец цитаты. Почему Бог испытывает Авраама? Что Бог разве не всеведущий, всезнающий, не сердцевидец, если сказано, что без ведома его даже волос не падает с головы человека? Конечно, Бог знает все. Но как мы с вами прочитали послание апостола Иакова, и рассматривая предыдущую главу и эту главу, Бог делает это ради того, чтобы укрепить веру Авраама. Поэтому здесь действительно, как и пишет Амросий Медиаланский, он испытывал чувство любви. Он, Авраам, испытывал чувство любви к сыну, но не отступил от обетования. То есть Бог знает, что Авраам не отступит. Бог и нас знает, что мы верны Ему, бываем верны Ему. Но иногда посылаются такие испытания только для того, чтобы укрепить нашу веру, и чтобы мы убедились, выйдя из той или иной непростой, как нам кажется, ситуации жизненной, чтобы убедились, что Бог всегда печется о нас, что Бог всегда промыслом своим думает о нас. Что у нас написано на крестиках нательных, с обратной стороны, на классическом православном крестике? Спаси и сохрани. Бог хочет нас спасти для вечности и сохранить нас в этой жизни, для этой жизни и для вечности. Поэтому всякие испытания, которые посылаются в нашей жизни, они посылаются лишь только для того, чтобы укрепить нашу веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.